Ребята, всем привет! Начинаю новый влог. Сегодня уже третий или четвёртый день, как у меня дёргается правый глаз. И меня это достало конкретно. Кстати, давайте посмотрим на мою кожу. Что? Стало лучше, скажу честно. Очень многие мне пишут и под предыдущим влогом, который я выставляла, который я снимала на Фиша, и писали, типа, господи, да все эти мази, протирать лицо, умывалки, всё это хрень собачья. Нужно идти к врачу, к гинекологу, гастроэнтерологу, дерматологу, ко всем. Ребята, вы знаете, я это знаю. Вы представляете, я бы сама сейчас, вот если бы не вся эта ситуация в стране, в мире, я бы сейчас уже сидела у врача, а, возможно, уже бы даже принимала какие-то действия лечебные, которые прописал мне квалифицированный врач. И, кстати, по поводу гинеколога. Я была у него до того, как всё это произошло. Очень часто говорят, что вот то, что около рта, вокруг рта, это всё связано с гинекологией. И я была у гинеколога, и мне сказали всё, окей. Я очень сильно хотела сходить, проверить живот, желудок, вот это вот всё, но, к сожалению, не успела. Не успела, как всё началось, и сейчас у меня уже нету варианта. Ну, сейчас я никуда не пойду ни к какому врачу, я думаю, что это логично. И я думаю, что как можно было не понять, что я сама хочу сходить к врачу. Потому что я не один раз уже ходила к врачу со своей кожей, но я ходила к дерматологу. И, честно говоря, я не очень доверяю дерматологам, в том плане, мне кажется, они мне не помогут с моей проблемой, не знаю. Несмотря на то, что моя кожа стала лучше, что я делала, сейчас я вам расскажу. Я последние три дня пользовалась SkinClear, это типа SkinRen, раньше я пользовалась SkinRen, а сейчас вот последние несколько дней я протирала лицо салициловой кислотой, вот этой вот именно для лица протирашка. И, знаете, что я вам скажу, это так странно, я и часто достаточно пользовалась и в Москве, в принципе, и вообще. Полезная штука, потому что, когда я умылась, уже все, косметику сняла, сейчас я еще пользуюсь какой-то пенкой, я вам говорила. Не знаю пока, насколько хорошо она вообще помогает, не помогает, но суть не в этом. Суть в том, что я умыла лицо все пенкой от косметики, бла-бла-бла, потом протираю лицо этой штукой салициловой. И смотрю на этот диск, и он настолько, вот, знаете, как будто бы черный вообще, и я понимаю, насколько грязи много в коже, в порох и все такое. Это, конечно, здесь. Вот, так что я протираю салициловой вот этой кислотой лицо, в основном те места, где особенно прыщи. И потом наношу скиноклир, вот. Но не на все лицо, а вот здесь вот, получается, и на лоб. Наношу, и могу сказать, что да, действительно стало лучше. Я стараюсь каждый день, стараюсь не трогать свое лицо, не давить никакие прыщи, но, знаете, это так сложно. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ну, давай. Под предыдущим блогом в комментариях писали, что, типа, ты мне не помогаешь. Да, вообще мне пофиг, что там пишут тебе. Меня жутко бесит, когда так люди пишут, потому что это неправда. То, что я делаю сама по дому, это чисто мое желание делать самой это по дому. Я думаю, что многие, кстати, в комментариях тоже это подметили, что если она это делает сама, я же не такая дура. Если бы мне было сложно или нужна была помощь, я бы попросила, это же логично. Я уже не помню, когда последний раз я вешала белье и снимала, потому что это делать слава. И он мне помогает, поэтому не надо писать всякие глупости. То, что вы не видите, это не значит, что этого нет. Итак, рассказываю. Вчера мы были в магазине, купили вот такие булочки для бургеров. Мы со Славой как-то уже их делали. И фарш. Не знаю. Надеюсь, этого немало. Так что сейчас я его свалю в одну кучу, посолю, поперчу. Что я знаю про фарш? Ничего. Эта идея с бургерами посетила меня, конечно же, вчера, когда мы были в магазине, потому что я увидела эти булочки, вспомнила нашу со Славой молодость, когда мы только познакомились и снимали кукинг, как мы готовим бургеры. Это было офигенно. Тема сложная. Мне будет сейчас из этих штучек сделать красивые, ровные токлеты, которые надо будет положить на решетку и таким образом пожарить. Вообще мы так еще никогда не делали, поэтому мы будем пробовать. Ау. Могу найти кого-нибудь. Зайчик, ну я не знаю, где она. Ты ее куда-то брала? Да нет. Что еще нужно добавлять в фарш? Вообще я могу открыть телефон и посмотреть рецепты. Но мне хочется делать, понаить ее. Что получится, то и получится. Кто знает, может я открою новый рецепт. Но мне кажется, говяжий фарш, он и в Африке говяжий фарш. Что еще туда надо? Лук, типа, я не хочу туда. Я хочу, чтобы у нас были ингредиенты, понимаете? Разложить на тарелочке ингредиенты, нарезать огурчики, помидорчики, лучочек. И вот вам красота должна получиться. Так, я знаю, что нужно пробовать фарш на соль. Мало. Точнее, вообще ее нет. Так вот, по поводу того, что вы писали, типа, Слава мне не помогает. Конкретно в моей ситуации, в моем положении, есть множество домашних вещей, дел, которые я хочу делать сама, потому что мне так будет спокойней. Я знаю, что я намного лучше сложу вещи, я знаю, что я помою полы лучше, и для меня это будет, ну, спокойней и лучше. Я люблю убираться дома, просто я понимаю, что это очень много времени занимает. Но есть такие, знаете, обязанности по тому, которые я не могу и не хочу, чтобы кто-то другой делал за меня, потому что я знаю, что я это сделаю так, как мне надо. Я думаю, вы поняли, да, что я имею в виду. А есть такие вещи, как, типа, повесить белье, снять белье. Это, типа, с кайфом я всегда прошу Славу, оно всегда помогает. Вообще, мне кажется, что те люди, которые в Инстаграме, в видосах выставляют какую-то идеальную жизнь, потом оказывается, что у них вообще все настолько хреново. Поэтому, знаете... Единственное, есть проблема, что решетка-то не очень-то и большая. Чтобы на ней столько мяса жарить, сейчас мне ее еще помыть надо. Кстати, спрашивали еще, почему я одна поехала в Москву, не поехал Слава, какого хрена. Я сама так захотела, потому что, я вам могу тоже объяснить, не знаю, возможно, вам покажется это странным, но для меня это был аргумент. Он хотел поехать со мной и говорил, типа, как ты там будешь это все достать сама, зачем оно тебе надо, давай я поеду. Я подумала, вот я сейчас приеду в Москву, кто его знает, что случится. Ну, не дай бог, я просто такой человек, я всегда думаю о том, а вдруг что-то это самое. Я не хотела, чтобы мы брали Вивену с собой в поездку туда и обратно, потому что для нее это сложно. Поэтому я сказала Славе, что я одна сгоняю, вернусь, а ты останешься здесь с Вивой. Я туда должна поехать, потому что я должна собрать те вещи, которые я хочу собрать. Вы же понимаете, да, в чем суть? Типа, не было такого варика, что Слава поедет, заберет, привезет. Мне нужно было самой все это видеть и контролировать. Кстати, по-моему, у дедушки здесь есть еще решетка. Так, ребята, показываю, что получилось. У нас даже больше этих штук получилось, чем булочек есть. Получается восемь их, а здесь девять. Ну, ладно, одну можно будет просто сожрать, если что. Но у нас как раз, по-моему, шесть, семь. Так что, как раз. Вот, так что, такая вот красота. Это причем решетка здесь, на даче была. Я спустилась в подвал, дедушка мне сказал, где она лежит, потому что та слишком маленькая, которую мы купили. Сюда, в принципе, три, шесть точнее сюда хорошо зашли. Но я подумала, что, ну что это самое, надо сразу все... Надеюсь, что получится хорошо. Я очень волнуюсь. Хочется, чтобы было супер. Сейчас я буду резать помидорчики, лучочек, огурчик. Все это выложу красиво, чтобы можно было ингредиенты себе накладывать каждый. Ребята, вот что у нас получилось за красота. Я решила, что каждый должен сам себе положить ингредиенты, которые ему нужны. Что у нас тут еще не хватает? В принципе, все. Все, что нужно для бургера. Разные огурчики порезала, чтобы каждый мог решить. Лук, салат, помидоры, сыр, кетчуп, майонез, кому что надо. Вот булочки. Слава их решил поджарить конкретненько. Вот наши котлетки. Такие они маленькие стали, я в шоке. Были такие жирные. Так что сейчас покушаем с кайфом. И потом не знаю, что будем делать. Вива ходит под ногами, мешается. С ума сходит. Ля-ля-ля. Вот, я тут уже быстренько так приобрела. Так, ребят, я создаю бургер. Слава тут переживает, думает, в какой же последовательности ему все это делать. У меня кетчуп, потом маучок, потом вот это. Сыр когда ставить? Сыр сверху этого. Не на булочку, а на котлету. На котлету. Так, огурчики. Сердечко! Я положила разные огурцы, мало ли кто-то какие захочет. Ладно, надо попробовать, чего ждать. Ой, какой миленький. Погнали. Если не такой сочный, можно добавить больше кетчупов, майонезов. А лицензию надо сначала купить. Бургеры собираем? Что кладем? Ты давай, показывай. Так, мы гуляем, пошел дождик. Пошли до мусорки после того, как покушали бургеры. Ну и просто у нас мусор накопилось. Погода отстой. Мы завтра планируем поехать на дачу к родителям. Но, я не знаю, сейчас еще сегодня подумаем, решим. В такую погоду не очень хочется. Не хочется дома сидеть просто, понимаете? Когда к родителям приезжаешь, хочется тусить, гулять. Ой, собачка вся мокрая. Где там улитки наши? Сейчас я вам покажу улиток. Тут куча. Куда-куда бежишь? От дождика спасаешься? Рыбка моя. Стой, Вивочка. Вон, смотрите. Вот улитка. Тут их целая куча. Вон, склизень. Вон. Вот она. Ужасы, ужасы. Дождик жесткий вообще, посол. Мы уже дома. Я искупала Вивену, потому что она была ужасно грязной, конечно же. Потому что на улице был дождик. Все в лужах, в грязи. Так что сейчас посушу маленькую собачку. Что такая грустная, мокрая собачка. А сейчас мама тебя, мама тебя сейчас посушит и согреет. Ребята, всем привет. Новый день с момента, как я снимала то, что вы видели до этого. Прошла, не знаю сколько, дней пять, наверное. В общем, да, действительно, я очень долго не снимала. Зато я морально отдохнула. Сегодня у меня вот такой вот макияж. Я не знаю, нахрена я так сильно накрасила глаза темным. Хотелось чего-то нового, понимаете. Я не уверена, что мне это идет. Совсем не уверена. Потому что, когда я смотрю на себя в зеркало, мне кажется, что это я из 2009 или что-то такое. Я нарядилась специально для того, чтобы сделать пару фоточек на даче. Говорю, ну делайте свое самое лучшее, самое новое. И зачем-то собираюсь пойти так на дачу гулять. Вот, но я просто хочу сделать фоточки. Все-таки, ну, жизнь не стоит на месте. Несмотря на то, что очень многое стоит на месте. А, что по поводу моих болячек. Не знаю, стало ли лучше, но я с ними борюсь. Вот, и, кстати, скоро я пойду в Москву. И, скорее всего, даже попаду к врачу. Пока что не пойду сдавать кровь и все такое. Хотя это нужно. И гормоны, да, вот это все. Пока что я просто схожу к дерматологу, скорее всего. Поскольку я ненадолго в Москве. А сдавать анализы это долго. Надолго. Тебе бы побриться еще. И подстричься. В общем, скорее всего, сегодня мы будем стричь Славу. Сегодня будем снимать видос. Лук у меня достаточно странный. И мне, честно говоря, не очень нравится. Зачем я так оделась? Мне нравится, типа, то, что белая куртка. Но вот эта, мне кажется, сюда вообще не идет. Но мне просто хотелось надеть эту кофточку. И в ней тепло. Ну, в принципе, нормально. Может быть, с кепки, типа, знаете. Ну, одну кепку я пока все-таки оставлю. А еще вообще не уверена. Мне кажется, на улице холодно. И все, это сейчас я переодену. И вот что-то более теплое. Только вот это смотрится тупо. Я как будто бы в каком-то комбинезоне. Вот, но мне показалось, что белое с белым будет хорошо. По крайней мере, сбоку. Ой, какое небо красивое. Ах, в общем, нам столько с вами нужно обсудить. Я просто с ума схожу. Но у меня пока нет на это времени. Мои лапки. Вот так он хорош. Гулять-то надо. Пошли. Вот и пушок. Куда-то пошел. Наверное, пока пушок. Так, пока нет дождя и достаточно солнечно. Нужно не терять времени и с кайфом гулять. Гуляем. Я смотрю на это дерево. И вообще... У нас такая черешня. С розовыми. Вдруг это не то. Я могу ошибиться. В общем... В общем, мы уже пришли домой. Погуляли немножечко. Я сделала классную фоточку в лужу. Ну, там и лужа, и я тоже. Ну, как бы Слава сфоткал. Мы пришли домой. Сейчас я грею нам покушать. Печенку с гречкой, которую я делала позавчера, по-моему. Ночью, вечером. Ну, короче, она еще свежая, хорошая. Так что сейчас мы ее доедим. И наш завтрак начинается с обеда. Все из-за того, что мы поздно встаем. Хотя сегодня, я вам хочу сказать честно, я встала лучше, чем вчера. И что еще? Я чесала Вивьену, как всегда, после прогулки. И сняла у нее с морды очередного клеща. Так что вот. И чаще всего реально клещи около мордочки. Я уже об этом рассказывала как-то... Не около, а на морде. Уже рассказывала в каком-то другом видосике. Живем на даче. Кстати, хотела с вами посоветоваться. Как думаете, перестать ставить в название Живем на даче? Потому что, ну, тут без вариантов. Я могу просто убирать Живем на даче. И как бы писать, типа, что в этом влоге будет. Без всяких названий влог. Там, ну, типа, без всяких рубрик, знаете, так называемых. Вот. Поскольку и так понятно, что мы живем на даче. Хотя в какой-то момент мы будем жить в Москве. И чтобы как-то это разделять. В общем, скажите, что думаете? Оставить название Живем на даче? И писать, как бы, выпуск. Обычно я пишу день, но я сейчас перестану писать день. Там, восьмой, седьмой. Потому что дни идут не подряд. И просто это как бы, чтобы понимать, какой выпуск сечет я, тем я. Вот, скорее всего, во вторник. Не знаю пока точно. Мы поедем в Москву. Я уже говорила, что мне надо, Славе надо. На пару дней, я думаю, до четверга. Вот так. Может, четверг уже вернемся обратно на дачу. Мне, честно говоря, в Москве ловить нечего. Мне хочется жить на даче. Мне здесь хорошо. У меня здесь уже все налажено будет. Я уже здесь привыкла жить. Поэтому, как-то, честно говоря, я даже в Москву не особо тороплюсь. Вот. Но съездить в Москву все-таки надо. Сегодня день преображения. Я побрился. Сегодня еще и постригусь. Я так счастлив. Ты пока радуйся. Пока я тебя еще не подстригла. Ты же не знаешь, что получится. Ну, я думаю, ты будешь стараться. Конечно. Ты видел, как я Вивьену стригла? Я три часа стригла. Знаешь, как я старалась? Правда, все равно потом я ее отвела на нормальную стрижку, но... Короче, я хочу зайти в беседку. Мы ее за все это время, что мы тут находимся, еще ни разу не открывали. Мне нужно понять, какой ключик. И так, ребята, я внутри. Я нашла ключи все-таки. Тут надо тоже убираться, мыть окна. Вайми. Но зато здесь уютно. Здесь у нас Пушок живет. Ну, он везде живет, где хочет. В дом тоже заходит, когда дедушка приезжает. А так, у него здесь есть проход. Так что не переживайте. Он, понятное дело, в две стороны открывается. Так что он сюда с кайфом заходит. Короче, раньше в этой беседке она была открытая. И сюда заходила куча кошек разных, дворовых. Тут постоянно воняло котами, кошками. Все было в волосах. Ну, и просто беседка была старая. Я думаю, что те, кто меня смотрит давно, вы помните, видели. И в какой-то момент вы поняли, что все. Как бы беседка, извини, конечно. Она, по-моему, старше меня та беседка была. Так что ее снесли. Дедушка построил новую. Очень красивую. Мне очень нравится. Я прям в безумном восторге. Она вся стеклянная. Здесь все окна открываются. Еще нам осталось сюда потом купить стулья. Стол у нас пока старый стоит. Но он, кстати, подходит. Единственное, что, возможно, мы его как-то покрасим. Доделаем, подделаем. Потому что он немножко убитый. Но хороший, классный. Сюда идеально подходит. Поэтому, не знаю. Не вижу смысла покупать новый. И искать какой-то новый. Хотя, ну, учитывая, что этот хороший. Он прям крепкий такой. Вот он качественно сделан. Ну, и еще сюда нужно купить стулья. Кстати, подстричь Славу можно было бы здесь. И потом как раз здесь убраться. Ну, а что, подмести. Все такое. Один хрен тут убирать надо. Мыть все. Неплохая задумка. Вот. О чем я хотела с вами еще поболтать. В начале этого влога, в других днях, я с вами говорила на тему того, помогает мне Слава или нет. Я почему-то захотела свернуться к этой теме, потому что в тот раз я, мне кажется, не до конца высказалась. Как я и сказала, конечно же, он мне помогает. И если вы думаете, что я настолько какая-то несчастная, какая-то дура, которая будет жить с человеком, который ее ни во что не ставит, не уважает, не любит, ни в чем не помогает, то вы ошибаетесь. Я не такая, и, конечно, я не супер прям опытная женщина все-таки. У меня не так было много отношений, чтобы какие-то уроки в жизни усвоить. Но уроки у меня в жизни были, опыт у меня все равно есть. Солнце выходит замечательно. Вот. И я могу вам сказать так, что я счастлива, у меня все хорошо. Кто-то думает то, что я несчастлива, и кто-то там написал. Я просто читала комментарии, и многие я удалила, потому что я не хочу, чтобы такие комментарии висели. Да, меня это обижает, мне это неприятно, когда люди так пишут. Потому что, во-первых, я знаю, что это не так, и мне не хочется, чтобы у людей, которые заходят в комментарии, возникало такое же мнение о происходящем в моей жизни. Я думаю, что это нормально, я это не скрываю, не стесняюсь. Я действительно удаляю комментарии, которые мне неприятны. Потому что, ну, зачем? Я просто знаю такую фигню про комментарии, что если ты не удалишь какие-то мерзкие комментарии, то потом какие-то люди просто захотят написать то же самое, не потому что они так же считают, а потому что они увидели такой комментарий и подумали, о, тема, я подключаюсь. Короче. Для меня очень важно, чтобы все было сделано хорошо, что касается и уборки, и готовки. Хотя очень часто Слава помогает мне в готовке, в уборке, и, как я уже говорила, я уже не помню, когда последний раз вешала белье. И, конечно, пусть это мелочь, но я не вижу смысла загружать парня такими вещами, как помыть полы. Если надо, я могу ему сказать про пылесось, но я могу сделать это сама, потому что мне это несложно сделать. Да, конечно, я люблю поныть о том, что моя жизнь это уборка и все такое, но дело в том, что я не готова перекладывать такую ответственность на, не знаю, плечи своего парня. Потому что я знаю на 100%, что я это сделаю намного лучше, а если это, например, будет делать он, потом мне что-то где-то не понравится, я начну ему говорить, какого хрена ты здесь пропустил, не протер пыль, я лучше сделаю сразу сама и буду знать сразу, где что я убрала, как дальше жить и вообще где убираться мне в следующий раз. Ну, короче, я думаю, что вы поняли, что я имею в виду, и на самом деле это нормально. Многие со стороны всегда любят тоже написать что-то про отношения, про людей, про то, как у нас все плохо, как неплохо. Но я вам так скажу, не всегда те отношения, которые вам показывают на ютюбе, вот такие идеальные, да, что нам вместе красимся, у нас все круто, мы вообще такие счастливые, веселые, постоянно снимаем видео, вместе веселимся, хихикаем, хахакаем. Не всегда это реальность, просто запомните это. Я даже смотрю на некоторых блогеров, на девушек-блогеров тоже, у которых есть парни, и я понимаю, что я знаю, что на самом деле в их отношениях не очень все так прелестно, как они это показывают в интернете. Если что, я сейчас говорю не про Карину, я просто, ну мало ли. У всех есть в жизни, в отношениях какие-то сложности, какие-то недопонимания. Но лично для меня самое главное в моих отношениях, то, что несмотря на то, что мы уже больше трех лет вместе, мы до сих пор так же друг друга любим, у нас до сих пор такое же отношение друг к другу, нежное, доброе, хорошее, с уважением. И для меня это самое главное. И то, что там мой мужчина, может быть, не всегда моет полы дома, да, и еще что-то делает, мне это не самое главное в жизни, мне самое главное, чтобы ко мне хорошо относились, меня любили, уважали и делали меня счастливой, что и делает мой парень. Поэтому можете не беспокоиться за меня, если кому-то кажется, что я какая-то несчастная, кто-то написал, что Юля какая-то несчастная, все понятно, это из-за того, что у них со слабой что-то не так. Нет, ребята, я вам каждый раз в видосах объясняю, почему я могу быть несчастной. У меня с кожей жопа, просто вот представьте, плюс ко всему, я не могу сделать себе ресницы, хотя, конечно, я сегодня себе такой мейк намутила. Все это мелочи, все это мелочи жизни. Я считаю, что не так важно, убирается дома твой парень, готовит дома твой парень, как то, как он к тебе относится, потому что важно тоже понимать, что для вас главное в отношениях. Помоет он полы или нет, обнимет он вас ночью или нет. То есть у всех разное, понимаете? Мне, например, важнее какие-то другие моменты, нежели там, чтобы он убирался дома и помогал мне по дому. В общем, всем этим монологом я хотела вам просто рассказать и поделиться тем, что не всегда то, что вы видите, является таким. Я не знаю, как это объяснить, но вот, например, вы смотрите мои видео, иногда можете подумать то, что у нас что-то плохо, типа он мне не помогает или там, не знаю. Если посмотреть видео Славы, и очень часто в видосах Славы я выгляжу плохим человеком, потому что я истеричка, я нервная, я злая, ну, типа, поэтому почему-то в моих видео всегда Слава плохой. Ну, вот так вот выглядит все, а в его видео всегда я плохая, и мы на это, ну, как бы не реагируем. Все равно я удаляю комментарии, потому что я не хочу это читать. Ну, это просто неприятно и не клево нафига мне это оставлять. Я уже рассказала, почему я удаляю такие комментарии, чтобы никто другой так не хотел тоже писать, просто потому что, о, классно, подхвачу. Потому что есть такое, реально, вот если ты сразу удаляешь комментарий какой-то негативный, где пишут то, что, ой, ты такая тупая на этой минуте, то все остальные тоже начинают писать, блин, да, реально такая тупая на этой минуте. Ну, просто это пример. Все люди бывают какие-то ошибки в жизни совершают. Я не знаю, как со Славой у нас ложится жизнь. Действительно, я не знаю, мы просто живем, и живем здесь, и сейчас, и радуемся в жизни, и у нас все хорошо. И я не знаю, может быть, через несколько лет мы поженимся, у нас будут дети, а может быть и нет. То есть, ну, типа, я не строю никакие иллюзии себе, не воображаю, что там что-то будет вот так, потому что мне кажется, что это какие-то детские такие моменты. Я просто наслаждаюсь жизнью, я просто люблю, я любима, и мне этого достаточно. А еще, что я вам хотела сказать по поводу ошибок в жизни, да, в отношениях особенно. Вот там еще был такой комментарий, что писали по поводу моих прошлых отношений, что, типа, вот, мы тебе все говорили, что там вот это плохо, это не так, это всяко, это не твой человек, а ты, типа, нас не слушала, мне очень много кто чего говорил и все такое. Но знаете, что я вам скажу? Даже если что-то окажется так, как кто-то там говорил, пока я сама и пока человек сам не примет для себя решение расстаться или что-то поменять в своей жизни, он не научится, он не усвоит этот урок, понимаете? И поэтому я считаю, что никогда нельзя и не нужно лезть в чужие личные отношения, особенно, когда это отношения, ну, парня, девушки, потому что, конечно, я понимаю, всем хочется помочь советам, подсказать, помочь, уберечь, это все мне понятно, я все это понимаю, но просто, я думаю, взрослые ребята, которые тоже уже проходили через что-то, они поймут, о чем я говорю, пока вы сами не обожжетесь, пока вы сами не совершите какую-то ошибку, например, не простречаетесь сколько-то лет с человеком, который вас не любит, не уважает и вообще плевать на вас хотел, вы не поймете, что это такое. И потом, в последующем, в будущем вы будете находить в себе таких же людей и не будете чувствовать, ну, и не будете видеть разницы. Я вижу огромную, колоссальную разницу там, да, в своих отношениях, в своей жизни. И я понимаю, что меня любят, меня уважают, об меня не вытирают ноги. Я не знаю, зачем я с вами этим делюсь, но просто эта тема меня очень обидела, потому что я показываю то, что есть в жизни, реальную жизнь. Просто так бывает очень часто, что именно моменты, где, например, мне Слава что-то помогает, либо просто он что-то делает, да, что вот он должен делать, а не только то, что я там что-то делаю. Я это не снимаю, потому что я вообще редко снимаю Славу. И я на самом деле не расстраиваюсь, то, что я там его редко снимаю. У меня, кстати, еще есть одна такая тема, я вам не рассказывала об этом, почему мы никогда не выставляем, как мы целуемся, мы никогда не выставляем фотографии, где мы целуемся. Если вы вспомните, если кто меня давно знает, раньше у меня были такие фотографии с парнем, да, в интернете, где мы целуемся, снимаемся, такое мы можем выставить со Славой где-то в щечку целуем, например, да. Но вот в губы что-то такое нет. И я вам расскажу, почему. Потому что когда ты расстаешься с человеком в интернете, все еще есть эти фотографии, где вы целуетесь. Именно по этой причине мы не выставляем такие фотографии. И сначала я, как, наверное, не то чтобы неопытная маленькая девочка, так и подумала, ну как так, как же так, как же все узнают, что мы друг другу не любим и целуемся, надо выставить, чтобы целуемся. Но потом я поняла, что я этого настолько не хочу, то есть даже для меня, знаете, вот иногда видео я могу выставить, да, вот какой-то чмок такой, но это просто типа я думаю, ну ладно, это видео, ну ладно, пофиг. Ну вот так вот, чтобы фотографии прямо стали, почему-то для меня это какой-то запрет. Почему я это вообще вела? А, потому что я не очень все равно, несмотря на то, что мы все знают, что мы вместе, все равно вы видите нас вместе, там в историях тоже не часто, во влогах тоже не прям часто. Все знают, что мы вместе, но мне все равно хочется как-то вот по минимуму выставлять личной жизни. В общем, ладно, в чем мы все про отношения, это про отношения, если что, задавайте какие-то вопросы, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы я с вами потом еще поболтала. Мне вообще нравятся такие темы, я люблю об этом болтать, просто не всегда почему-то болтаю об этом на камеру, хотя мне кажется, это так интересно узнать. Сегодня я нарисовала себе стрелки. Вот такой сегодня у меня макияж глаз. В принципе, неплохая стрелка получилась, я поняла, мне рассказали, как ее надо рисовать, я постоянно ее ниже рисовала, а сейчас решила прям сдернутую такую сделать. Здесь у меня вот такая стрелка, они у меня немножко разные получились, но зато я их нарисовала с первого раза. В общем, сидеть мне здесь понравилось, здесь очень классно. Причем сидишь так и вот ветра не чувствуешь, вообще восхитительно, просто восхитительно. Мне очень нравится. Думаю, что пора сюда перебираться и надо звать Славу и говорить, давай стричься, а потом здесь наводить порядок. И мы, кстати, вот еще что за проблема, здесь не хватает стульев, на даче здесь их очень мало. Привет, тут охранительно, я уже сижу здесь, не знаю, сколько минут. Тут стричься можно, слыхаешь? А потом здесь убирать. Удобнее. Тут как раз убирать надо, там паутина. Тут офигенно, я сидела сейчас, просто кайфовала, и свет улет. Я готов. Отлично. Ну-ка, покажись. Замедленное движение ты должен. О-о-о, замедленное ты мое движение. Кому сложнее, мне или тебе? Мне без ресниц. Или тебе с волосами? Какими дрожжами? Мне с волосами, естественно, ты сравнишь волосы и ресницы. Знаешь, как мне сложно. Или сложно по-своему всем? Нет, сложно тем, кто работу потерял, я считаю. Сложно всем. Ну, просто наши сложности, это наши сложности, которые для нас, конечно же, сложнее. Да, это ты философ. Да, я знаю. И я буду его стричь. Я так волнуюсь, девочки. Не знаю, что получится. Надеюсь, что все будет хорошо. И он скажет, вау, спасибо, зайка. Потому что есть вариант, что получится не очень. Но я буду очень стараться, конечно же. Я знаю, что я поборюсь со своими прыщойдами. С этими подкожниками. Твари, а твари. Ладно, я такая жизнерадостная, несмотря на то, что я должна плакать из своих прыщей. Вы знаете, все зависит от настроения. Иногда бывает вот эти вот, ну, месячные вот это, подпортить настроение. А сейчас вообще все хорошо. Ребят, рассказываю. Во-первых, Вилочка своей жопкой в кепке моей лежит. На папиной курточке. И даже глазом, и носом не крутит. Что, тебя чесать надо? А, это что? Что тебе надо? Что? А? Что надо? Поиграй с ней. Ладно. Мама не против. Уважаю эту мордочку. Сейчас мы пойдем со Славой, как всегда, прогуляемся до мусорки. У нас уже потемнело, мы покушали. Сейчас расскажу вам, что мы покушали. Ты мой хороший, ты пойдешь, Калюшка? Ты пойдешь? На кого Вива похожа? Напишите в комментариях. Мне кажется, что она похожа на маленького лисенка или ежечка. Ой, какая лапочка. Ты моя рыбка, а почему ты у мамы в кепке лежишь с жопкой? Можно вопрос задать? Оп. Что это такое? И улыбается, улыбается. Затянулась у нас любовь. Мусорка. Умоляю, погладь еще, умоляю. Сейчас я вам покажу колбасочки, очень вкусненькие, которые я узнала благодаря Карине. Мы такие не пробовали, показываю. Мы на даче такие жарили. Ну, фокус где-то. Вот, именно на мангале. Есть еще куриные, но вот эти вот, не знаю, куриные я не пробовала, но эти вкусные. Их просто на мангале тоже жаришь, например, на решетке, как мы. И очень вкусно получаются такие колбасочки. Кстати, я там еще не закончила. Вот сейчас я тут все помыла. Рассказываю, у меня в планах было сделать картошку в духовке. Ну, какого-то фига. Я не знаю, почему она у меня не работает. Точнее, она включается, но не нагревается. Не знаю, я это выясню позже. Но я тут все делаю как надо. И таймер ставлю, потому что некоторые духовки без таймера не работают. И тут все на максимум ни хрена не работает. В последний момент, когда уже были готовы вот эти колбасочки, я решила пожарить картошку. У меня уже весь макияж нормально стерся, поэтому вот какая-то фигня. И мне вообще уже хочется снять косметику, все эти ресницы, все это снять. В общем, раньше я постоянно в Макдональдсе везде брала колу, там, пепси, да. Но в последнее время, точнее, не в последнее время, уже много месяцев я в том же Макдональдсе беру себе липтон зеленый, кофе брала. Ну, в основном липтон. Конечно, все это одинаково тоже вредные, тоже липтонные соки, я все это прекрасно понимаю. Это просто история из жизни. Давайте не будем это приравнивать к моим прыщам, с ними я разберусь. Потому что сейчас начнется. Вот откуда у тебя прыщи. Все я знаю. Да, просто по всем параметрам у меня прыщи. Я уверена, что на самом деле дело не в питании. И я вам это докажу. Не знаю почему, мне кажется, что это 100% дело не в этом. Мне кажется, что тут именно изнутри какие-то проблемы. Но хотя, просто понимаете, мне кажется, что если бы дело было в питании, то прыщи были бы другие. Они были бы другие, потому что, мне кажется, когда человек плохо питается, у него выскакивают какие-то единичные прыщи и что-то типа того. Но когда это так, как у меня, мне кажется, что это уже дело не в питании, не в молоке, не еще в чем-то. Это уже надо лечить изнутри с врачами, а не так, что отказаться от сахара, от молока. Я думаю, что даже если я это сделаю, это все равно не вылечит мою проблему. Мы пошли на мусорку, наше любимое занятие. Всех люблю, целую, обнимаю. Оставляйте комментарии, все буду читать. И будьте счастливы, здоровы, всем пока.